На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию по коронавирусу в республике. Комплексные меры прежде всего направлены на сохранение жизни и здоровья людей, обеспечение стабильной работы экономики. Олег Николаев отметил слаженную работу всех служб, в том числе и волонтёров, число которых с каждым днём растёт. Вместе мы однозначно сильнее. И любые сложные задачи, если мы будем вместе, нам будут по плечу. Главное, чего от нас ждут люди и бизнес, это обеспечить безопасность, уверенность в этой безопасности, а также возможность развития нашей республики, то есть уверенность в завтрашнем дне. Но есть и те, чья безответственность ставит под угрозу здоровье окружающих, в том числе и самых близких. Так, в отношении женщины, подтверждённым диагнозом COVID-19, возбудили уголовное дело. Напомним, она приехала в Чувашии из Москвы, не дождавшись результатов анализов, которые впоследствии подтвердили факт наличия у неё коронавируса. С ней контактировали 26 человек, все они изолированы. В Чувашии пока обстановка стабильная, но это не значит, что можно расслабиться. Все структурные подразделения должны быть на чайку, отметил Олег Николаев. В республике готовятся к приёму возможных больных коронавирусом. Принято решение 19 человек разместить, они сейчас идут как раз в процесс размещения и транспортировки их в обсерватор. 7 человек, всё-таки лица первого контакта, госпитализировать всё-таки медицинское учреждение. В соответствии с расчётными данными Минздрава России в Чувашской республике, должны быть развернуты 609 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. С учётом требований Минздрава России при развертывании коек необходимо в первую очередь использовать коечную мощность имеющихся инфекционных стационаров. На начало 2020 года таких коек у нас 391 койка. Но надо понимать ситуацию и соответствовать рекомендациям приказа Минздрава России, что не все эти койки могут быть задействованы в лечении коронавирусной инфекцией, потому что люди продолжают болеть и другими инфекционными заболеваниями. Соответственно, для лечения с коронавирусной, для пациентов с коронавирусной инфекцией принято решение о развертывании инфекционных коек в первую очередь из числа существующих в количестве 200 коек. Из них, значит, 50 коек инфекционного стационара больницы скорой медицинской помощи, 50 коек инфекционного стационара научно-пассажа городской больницы и 100 коек инфекционного стационара городской детской больницы номер 2. Итого 200 коек. Это в первую очередь. Если понадобится, пациентов примут и другие больницы. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. В условиях, набирающие обороты борьбы с распространением коронавируса, важно обеспечить устойчивую работу реального сектора экономики. Сегодня Олег Николаев обсудил с руководителями предприятий конкретный план действий, принятый властями региона. К моменту выхода этого сюжета в эфир был подписан указ главы республики. Президент страны, помимо того, что сказал, что до 30 апреля он объявляет режим нерабочих дней, также наделяет органы государственной власти регионов полномочиями, исходя из объективной остановки регионов, регионов, определять комплекс мер для того, чтобы обеспечить безопасность по нераспространению коронавирусной инфекции. С другой стороны, принять решение, чтобы обеспечить, чтобы экономика функционировала, чтобы не было резкого провала. Мы приняли решение дать возможность организовать вам деятельность ваших предприятий, но при соблюдении, конечно же, всех мер безопасности. То есть здесь меры безопасности, они стандартные, своевременная дезинфекция, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, то есть фильтр при входе на работу людей, чтобы больные к вам на предприятие не попадали. Пока в республике действует режим самоизоляции. Сотрудникам предприятий должны быть выданы справки, дающие право передвижения по городу до места работы. Контроль будет усилен и за теми, кто позволяет себе выйти на улицу без особых причин. Мы усиливаем контроль за соблюдением самоизоляции. Вот именно вчерашний факт нам, от нас требует принятие такого решения. Для этого мы уже сегодня запустили режим контроля по мобильным телефонам. Он пока работает где-то, может быть, даже в тестовом режиме, но полностью заработает в начале следующей недели, где-то в вторник, в среду. Со следующей недели полностью приостановят межмуниципальное автобусное сообщение. На выезде из городов начнут дежурить посты ГИБДД. Общественный транспорт между Чебоксарами и Новочебоксарском будет курсировать по графику по два часа в утреннее, дневное и вечернее время. Для служебных машин должны быть введены спецпропуска. Естественно, будут пропускать автотранспорт в случае, если они обеспечивают вашу деятельность, то есть будут ввести какие-то материалы строительные, иные, для обеспечения вашей деятельности. Очевидно, мы обеспечим с понедельника полную работу общественного транспорта в муниципальных образованиях, внутри муниципальных образований, с тем, чтобы люди могли доехать на рабочие места. Заработают детские садики. Мы первоначально, я уже дал поручение, открылись максимальное количество садиков, посмотрим, как они будут заполняться, и после того, как мы зафиксируем статистику, соответственно, уже будем оптимизировать группы в этих садиках с тем, чтобы, с одной стороны, люди, которые у вас работают, смогли оставить своих детей под присмотром, с другой стороны, чтобы в садике тоже впустую просто не работали. По возможности, сотрудники предприятий должны реже выезжать в командировки. Для прибывающих в республику режим самоизоляции. Поэтому, если ваши сотрудники приедут из Москвы, желательно выдержать несколько дней в режиме самоизоляции, сдать тесты и уже после этого выводить на работу. Как будет развиваться ситуация, покажут ближайшие две недели. Это время инкубационного периода вируса. Если эпидемиологическая обстановка улучшится, то режим ограничений будет снят. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Рабочая группа при оперативном штабе отслеживает ситуацию в регионе. Прямая линия, состоявшаяся для телезрителей и радиослушателей национального телевидения, радио и таван радио, показала, что вопросов по-прежнему немало. Ну, практически в ежедневном режиме у нас проходит также видеоконференц-связь с главами муниципалитетов. Безусловно, мы владеем ситуацией, которая происходит на местах, на территории всей республики. В каждом муниципалитете, в каждом районе созданы рабочие группы. Руководители министерства ведомств около часа отвечали на самые актуальные вопросы. Главная тема – безопасность и сохранение здоровья. Еще раз и еще раз хотелось бы обратиться ко всем гражданам, обратиться к вашей гражданской ответственности, в конце концов, к совести, к ответственным отношениям как к своему здоровью, так и к здоровью всех окружающих. То есть, если вы почувствовали какие-то признаки заболевания, если вы были в контакте, если вы приехали за границу, своевременно сообщить об этом медицинским работникам службы Роспотребнадзора и принять все необходимые меры, чтобы не было дальнейшего распространения данной инфекции. Жители ищут маски. Они периодически появляются и исчезают в аптеках. Помимо помощи с федерального профильного ведомства, к производству востребованной продукции подключились местные производители. Сегодня уже 12 организаций осуществляют пошив масок, и мы вышли уже на порядка 40 тысяч масок в день производства, и планируем в ближайшие недели довести до 100 тысяч масок в день. Я думаю, что с учетом тех решений, которые принял правительство Российской Федерации, и с учетом наших мощностей, мы данную проблему в ближайшие недели постараемся закрыть. Следует добавить, была большая проблема еще и с масками для медицинских работников. И сегодня фармации и наше предприятие «Хлопковый рай» ежедневно выпускают маски. Эти маски в ежедневном режиме передаются в наши медицинские учреждения. И на прошлой неделе в результате поездки Олега Алексеевича в Москву в Минпромторг, мы понимаем, что через 7 дней в Чувашию поступит более 326 тысяч масок, которые также будут уже в том числе реализовываться и через оптичную сеть. Вопрос цены стоит очень остро. Профильное ведомство намерено мониторить ситуацию. Сегодня цена варьируется от 50 до 150 рублей. Поэтому мы размещаем сейчас информацию на сайте, где, в каких местах можно приобрести эти маски. Сейчас министерством организован мониторинг, и при завышении стоимости мы будем вместе с ФАСом России анализировать ситуацию. Если будут требоваться принятие каких-то надзорных решений, мы с надзорными органами будем принимать решения. Подзаконные акты, связанные с государственной поддержкой семей, пожилых, безработных, малообеспеченных, тоже принимаются в ускоренном порядке. Многих волнует, смогут ли они оплачивать ипотеку. Буквально сегодня проводил в ЭКС заместитель председателя правительства Куснулин, который курирует строительную отрасль, ипотечные вопросы. И вот один в один вот этот вопрос поднимался. Во-первых, что ипотечные каникулы необходимо распространять не только больных коронавирусом, а именно на людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию. И буквально вот в ближайшие дни готовится целый пакет мер, в том числе по вопросам продления каникул по выплате ипотеки на уровне правительства Российской Федерации. И ориентировочно он на следующей неделе будет принят. Такие прямые линии станут регулярными. Каждый житель республики может сдать анализ на COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Чуваши. Анализ проводят в лаборатории Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Сегодня, как отметили специалисты центра, у них есть 500 тестов на COVID-19. Эта тест-система позволяет выявить вирус в течение 4-5 часов. Процедура бесплатна, но сделают ее не всем. Биологический материал забирается у пациентов, еще раз повторяю, здоровых, не имеющих простудных заболеваний, не контактирующих с больными COVID, а также у лиц, прибывших из зарубежных поездок более 14 дней назад. Если пациент попадает именно под ту категорию, которую я уже обозначила, данный материал поступает в нашу лабораторию, которая проводит данное исследование. Это исследование проводится бесплатно. Для этого никуда самим ходить не нужно. Анализы берутся на дому выездной бригадой. В первую очередь нужно позвонить в свою поликлинику по месту прикрепления. Потому как брать биоматериал или нет, вправе решать лечащий врач. У тех, кто контактировал с носителями вируса, анализы проверяют на базе вирусологической лаборатории, Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты работают в две смены, без выходных, обрабатывают более 200 анализов в сутки. Главное здесь разумный подход и не паниковать, считают медики. В Чувашии на коронавирус проверили более полутора тысяч жителей. Все анализы тщательно проверяются. В сомнительных случаях кровь направляют на дополнительные обследования. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Работники старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. При этом назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств фонда социального страхования. Напомним, ранее Минтрут рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Те, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, теперь смогут получить больничный. Согласно нововведениям, работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Эти пособия рассчитают по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше обязаны сообщить своему работодателю по телефону, по электронным каналам связи о том, что он, воспользуясь правами, предоставленным постановлением правительства Российской Федерации, реализует и находится на карантине, самоизолировался, находится по месту проживания и хочет на сегодняшний день получить больничный. А работодатель нам присылает сведения тоже по электронным каналам связи для того, чтобы с учетом его заработка за 14 дней, а именно с 6 по 19 апреля включительно, мы будем ему выплачивать пособие. Поэтому мы сейчас связываемся с работодателями, они нам сверяют списки своих работающих граждан и все работающие лица, которые находятся сегодня на самоизоляции, кто не находится в ежегодном отпуске, может, например, у какого-нибудь работающего человека берется подать с 6 по 19 апреля с ежегодным отпуском. Вот они, например, никакие больничные не должны получать, им, например, отдельное получение пособия по временитру способности в этом случае не предусмотрено, поскольку оплата уже за те дни, которые попадают на 6 и 19 апреля, уже работодателям произведены. Вот по республике у нас более 10 тысяч работников, по данным наших страхователей, являются в возрасте 65 лет и старше работающими, и поэтому мы готовы будем сегодня назначить и выплатить средства за счет фонда социального страхования этим гражданам на их лицевые счета в банковских учреждениях, на которых они обычно получали свою заработную плату. В региональном отделении фонда работает горячая линия. 30-39-09 для того, чтобы могли граждане или работодатели получить соответствующую консультацию. Соответствующая информация размещена и на сайте регионального отделения фонда. По поручению главы администрации столицы Алексея Ладыкова меры безопасности усиливаются. Отдельные жители все же не осознают рисков и выходят на прогулки с детьми. Все управляющие компании огораживают детские площадки сигнальными лентами. Контакты детей на улице надо тоже ограничивать. Продолжается обработка общих помещений в многоквартирных домах. Также вчера районными администрациями было приобретено более 18 тысяч литров дезинфицирующих средств, белизна гель и белизна. Вчера же оперативно было роздано управляющим компаниям для ежедневной обработки подъездов жилых домов. Технология проста, но она способна убивать бактерии и вирусы. Главное делать это регулярно. Один раз в день мы обрабатываем. Обрабатываем хлоркой, разведенной водой. Обрабатываем поверхности, все которых касаются руки. Это домофоны, ручки, ручки дверей, сами двери, почтовые ящики, все перила. Опрыскиваем, потом через 15 минут протираем перила. Также обрабатываются и лестничные площадки. Специалисты проверяют качество уборки. Но понятно, что здесь в первую очередь все зависит от ответственности каждого. Александр Соловьев. Коронавирус еще не побежден, а это значит, что в ход идут все способы преодоления инфекции. Как говорится, на войне как на войне. Работники компании «Дорекс» приступили к дезинфекции улиц, особенно мест, где находится больше всего людей. На помощь муниципальному предприятию пришел частный бизнес. Профессиональная служба дезинфекции «Санмастер» вместе со своей техникой тоже вышла в город. Современные технологии обработки дают хороший результат. Данные дезинфицирующие средства имеют высокое вируцидное действие. Действуют на все известные вирусы, в том числе на коронавирус. Обработка приводится в профилактических целях. Недопущение проникновения, занесение вирусов извне. Распространение целей борьбы с инфекцией. Обработка вирусов проходит с помощью моторизированных опрыскивателей и генераторов аэрозольного тумана. Это позволяет обработать большие площади и приблигающие к ним постройки, строения. Пока в дезинфекции есть потребность, работы будут идти круглосуточно. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. Оставаться дома. Режим самоизоляции продлили. А что делать людям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пенсионерам? Ведь именно они сейчас в особой группе риска. И выходить на улицы им точно не стоит. Волонтеры и социальные службы как нельзя кстати. Добрый день, Елена Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вниматься не будем. Да, не будем заниматься. Как ваше самочувствие? Социальные работники продолжают период карантина оказывать услуги на дому для своих подопечных. Лежачих больных, одиноких. И, конечно, все они помнят о мерах защиты. Сами пошили. Да, сами пошили. Вот такие повязки. Вот возьмите, пожалуйста. Давайте я вам помогу. Работа не из легких, но, по словам соцработника, это приносит ей удовлетворение. Ведь помимо привычных процедур, люди старшего поколения делятся своим опытом. Оттого рабочие отношения зачастую перерастают в доверительные, чуть ли не родственные. Даже вот говорить не надо. Она все сделает так, как надо. Я ей очень доверяю. На моем попечении 11 человек. У каждого своя программа. На сегодняшний день в условиях таких тяжелых приходится, конечно, немножко тяжеловато. Потому что боятся все-таки пожилые люди. Тем более они подвержены. Больше заразиться боятся все. Приходится все меры предосторожности соблюдать. Маски надеваем. Средства дезинфекции рук. Мыло у нас всегда с собой. Лекарства, продукты питания и другие необходимые в быту товары работники приносят дважды в неделю. Также помогают оплатить коммунальные квитанции. И, конечно же, не обходятся без разговора по душам. Ветераны нуждаются в добром слове. Наталья Мальчикова, Юрий Марков. Республика. Сегодня в Рио главы региона обсудил со специалистами планы строительства автомобильных дорог в столице. Строительство дороги в микрорайоне «Университет-2». Соответственно, нынче, так скажем, основные работы были проделаны в том году. В этом году предполагается асфальтирование верхнего слоя, асфальта. Движение по автодороге в столичном микрорайоне «Университетский» должно быть запущено уже в начале августа. Строительство трассы началось в прошлом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ключевая задача этого участка – разгрузить растущий поток машин, в том числе и на выезде из Чебоксар в сторону Москвы. До конца этого года еще две автодороги планируют построить в микрорайоне «Новый город». Одна из трасс станет дублером Марпасадского шоссе. Мы сейчас видим, вот она дальше точно таким же, то есть и автодорога, и бульварная часть будет проходить. А вторая дорога уже, вот мы чуть попозже сейчас увидим, это дорога, которая вот здесь она будет проходить. Там, где «Транстексервис», она, соответственно, будет соединять уже вот эту улицу живой застройки. И фактически за счет этих двух улиц обеспечится вот транспортная доступность, хорошая вот этого садика. Уже начался этап конкурсного отбора подрядчиков. Олег Николаев отметил, что исполнители контракта должны придерживаться согласованного графика в планах развития микрорайонов Чебоксара и строительства новых детских садов и школ. Сейчас на экспертизе еще один проект – это корректировка смертной документации по садовому. А по этим школам как у нас обстановка? Ну, университетский он заканчивает проектирование, и мы его заводим. За состоянием городской среды пристально следят на уровне правительства страны. Столица республики на первом месте среди других муниципалитетов округа. Рейтинг Министерства строительства и ЖКХ России был опубликован накануне. Земля Акетбауфта в этом году уже 210 лет. Поздравляю. Спасибо. Почитаем, блестящая работа. Ну и Чувашская республика в целом тоже уже совсем по-другому выглядит. То есть мы заняли первое место по Приворскому федеральному округу и девятое место в Российской Федерации. Нам надо сохранить эти позиции, Оксалей Юрьевич, у вас теперь тяжелая задача. Там первым стать иногда даже легко, а вот оставаться первым – это уже сложнее. Много сможем в этом деле продвинуться, во многом, вот через центр компетенции. Поэтому давайте там соберем наших коллег, кто может этим заниматься, централизуем этот процесс и поможем в том числе отстающим нашим коллегам. Лидирующие места в рейтинге качества городской среды также занимают Новочебоксарск, Ядрино, Латарь и Канаш. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В условиях режима самоизоляции в республике продолжает действовать запрет на посещение парков и других многолюдных мест. Не выходя из дома, можно понаблюдать за обитателями столичного зооуголка Ковчег. На протяжении недели в социальных сетях публикуют видеоблоги и фоторепортажи о буднях животных. В качестве оператора директор детского парка Георгий Богославский. Вот это наш красавчик-косуленок. Его к нам привезла кусок служба. Его нашли маленького в лесу. Мы его выкармливали, поили молоком, козьим. То есть он абсолютно ручной. И вот мы пока он не вырос, мы его не показывали посетителям. Но сейчас вот он в условиях таких карантинах, то есть он абсолютно ручной, потому что с детства его выкармливали бутылочкой. Эта работа на чистом энтузиазме. В зооуголке теряют прибыль от продажи билетов. Зато увеличивается количество подписчиков в социальных сетях. Число просмотров видеороликов о животных растет с каждым днем. Те, кто присоединится к виртуальным турам, смогут узнать немало интересных фактов о зверях, для которых изоляция – привычный образ жизни. А именно рассказывать историю этих животных, показывать, как мы кормим, как мы ухаживаем. В зоопарке происходит очень много интересного. Рождаются новые животные, появляется потомство. Вот олень-красавчик у нас скинул рога. Это тоже интересно, да, то есть как он чувствует себя без рога, как новые шишки набухают. Экскурсии в онлайн-режиме могут стать постоянными. В будущем в Чебоксарском зооуголке планируют создать собственный канал. Я думаю, что аудитория виртуальная наша будет не меньше, чем реальная, которой приходит посетитель нашего зоопарка. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.